Боевики запрещенного в России ИГИЛ захватили значительные территории на востоке Афганистана. Государство уже на границах СНГ, в Таджикистане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Параметры пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таджикские власти вновь активизировали тему о мнимом прорыве в страну со стороны Афганистана неких боевиков. Так, Нижняя палата парламента Таджикистана 16 октября ратифицировала соглашение о порядке формирования и применения совместных групп специалистов-экспертов, пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах некоторых бывших советских государств. В ходе ратифицирования документа заместитель командующего пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Абдусаттар Шахион заявил, что угроза безопасности государственной границы усиливается с каждым днем. По его словам, вероятность прорыва границы в ближайшем будущем со стороны боевиков из Афганистана растет. Также Шахион отметил, что согласно полученным данным, боевики проявляют интерес к изучению степени защиты границы Таджикистана. О якобы переброске боевиков ИГИЛ на границу или в Таджикистан из Таджикистана вызывает очень сильное ощущение, что человек абсолютно непрофессионально пытается прикрыть некие дыры, собственно, ведомств. Если обратить внимание на заявления последних нескольких лет как таджикских, так и российских экспертов и чиновников, то они и те, и другие почти всегда придерживались одного мнения, то есть периодически заявляли о существовании угрозы прорыва боевиков со стороны Афганистана. Однако никаких серьезных действий по поводу границы предпринято не было, даже в период, когда границы Таджикистана не так усиленно охранялись, как сейчас. В том числе в разгар Сирийской революции или в 2017-2018 годах, когда российские и американские войска активно начали бомбить позиции повстанцев в Сирии. То есть перемещения боевиков в Центральную Азию не произошло, о чем столь много говорили российские СМИ и чиновники. Боевики запрещенного в России ИГИЛ захватили значительные территории на востоке Афганистана. Недалеко от таджикско-афганской границы с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. И для того, чтобы их там прочесать весь этот лес, нужно очень задействовать. Также стоит обратить внимание на немаловажную сторону. Все инциденты, регулярно происходящие на таджикско-афганской границе, никак не связаны с боевиками, а связаны с контрабандистами из Афганистана и таджикскими контрабандистами, которые напрямую или косвенно связаны с высокопоставленными чиновниками, курирующими наркотрафик. Интересы одних групп контрабандистов сталкиваются с интересами других, в результате чего происходят вооруженные стычки. То есть, по сути, за последние несколько лет не зафиксировано ни одного случая боестолкновений, связанного с боевиками. Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане влияния террористических группировок, такой, например, как... Тогда возникает вопрос, какова же цель подобного рода заявлений, как со стороны таджикских, так и со стороны российских властей? На самом деле, создание общественного мнения о наличии угрозы вторжения в Таджикистан из Афганистана изначально создавалось России в качестве предлога для еще большего вмешательства в дела своей бывшей колонии, имея в виду прежде всего борьбу с экстремизмом и террористом. В центре внимания УДКБ должно оставаться наращивание тесного взаимодействия с Афганистаном. Ни для кого не секрет, что в Таджикистане находятся российские военные базы, а также на каждом пограничном пункте находятся российские военные советники. От имени военного совета Центрального военного округа приветствую вас на торжественной церемонии передачи комплекта. Нормальной жизнедеятельности, развития российской военной базы в Таджикистане. Срок его действия обозначен до 2042 года, на 30 лет. Однако Россия на самом деле желает вернуться к тому положению, которое существовало до 2005 года, когда за южные рубежи Таджикистана отвечала российская оперативная группа пограничных войск. Пограничные представители Российской Федерации по Харовскому участку, полковник Воробьев. Войск на Таджикской афганской границе. И впрямую обязало российских пограничников защищать и оборонять этот участок. Россия, не имея непосредственной границы с Афганистаном, не может эффективно конкурировать с США в афганском направлении. И появление российских военных на постоянной основе на границе Афганистана откроет для русских невероятные геополитические возможности в данном регионе. А коррумпированный пророссийский режим Рахмона со своей стороны не желает терять формальные признаки суверенитета, потому стремится оправдать стремительную политическую и военную интервенцию России в Таджикистан, то есть по сути возвращение к колониальному прошлому, что в принципе естественно, учитывая тот факт, что Рахмон сам по себе был поставлен на свое место Россией для охраны ее интересов и борьбы с исламским возрождением в стране. Наблюдатели не исключают существование на территории Афганистана лиц выходцев из Центральной Азии, покинувших свои дома под прессингом властей, в частности, из-за проводимой режимами этих стран антиисламской политики. И вполне вероятно, что они имеют желание возвратиться в свои дома, но в то же время у них нет такой возможности, то есть нет ни сил для прорыва, ни технического оснащения. Нельзя забывать и тот факт, что Центрально-Азиатский регион в силу своего геополитического расположения является шахматной доской для интриг сверхдержав, для установления своего влияния. Соглашение, фиксирующее параметры пребывания российской военной базы на территории Таджикистана на период до 30 лет. Поэтому, на самом деле, подписанное соглашение в первую очередь служит интересам России, поскольку регион находится полностью под ее контролем. Для режима Рахмона же это соглашение выгодно тем, что оно является своего рода дополнительной гарантией сохранности его власти, как и 201-я российская военная база. То есть, посредством постоянных заявлений о существовании мнимой угрозы прорыва боевиков с территории Афганистана, режим Таджикистана надеется создать атмосферу страха у населения страны, ставить его перед выбором, либо так называемая мирная жизнь, но в сине русского оккупанта, либо постоянная война и разруха, как в Афганистане, Сирии, Ираке, Йемене или Ливии. Субтитры создавал DimaTorzok